здравствуйте я вот решил снять видео про панель приборов у нас было много всяких видео про русификацию про большие цифры и так далее народ достаточно часто спрашивает о чем вы умеете я иногда сам затрудняюсь ответить чем умею потому что не очень помню вот когда будут спрашивать будут давать ссылку на это видео я начал надо понять какими панели приборов эти рождаются то есть в родной прошивки там меню так скажем отображение всяких элементов он достаточно бедненько там естественно отображается одометр какая-то масло жизнь ну и в общем то там 5-6 параметров и все мы можем добавить туда всякое все и сейчас мы посмотрим что конкретно и так как я говорил во первых в оригинале панели приборов на русский язык могут быть переведены только в конце 12 13 14 года это прошивки 13 так скажем года но и люди пытались адаптировать именно эти прошивки для панелей более старых при этом происходят некоторые вещи как то пропадает масло жизнь пропадает лампочка круиза там все что-то путается местами и так далее потому что это происходит почему потому что панель более старая она имеет несколько другое программное обеспечение в общем то другую операционную систему и так скажем отображение и управление всякими элементами внутри но там несколько по-другому устроен сломаться такая же ничего не сломается но в общем то неправильно лить более свежие прошивки в старой панель мы делаем несколько не так мы так скажем дорабатываем программное обеспечение просто добавляя функции во первых это будет прошивает сток калибровки соответственно всякие там пробеги ничего там не изменится и добавляется именно функции вот сейчас мы посмотрим сначала какие функции есть что у нас старой панели приборов то есть простой прошивкой полосочка треснувшего стекла это не прошивка это достаточно частый дефект панели этих приборов она трескаться посередине на нее внимание не обращаем и так одометр trip компьютер это тоже одометр который можно сбрасывать считает до 1000 и так далее нет он действительно и суть него это его можно сбросить галочкой количество километров пройдено возможно и пройти на том бензин который в баке экономия средняя средний расход скажем сколько топлива было использовано таймер и температура трансмиссии по-моему больше ничего нет ну пустое поле так кнопка номер два с машинкой это масло жизни нас это переключение метрической дюймовой системы запоминание брелков пустое поле и все больше ничего очень богатая прям на отображение панель ну и языки значит смотрим что у нас есть английский ой выбран английский нажимаю английский немецкий итальянский французский испанский арабский все больше ничего нет не богата сейчас мы ее прошьем и я уже на примере прошитие панели покажу как что и где то есть что увеличилось каких функций стало больше как они отображались и так далее так запоминаем значит одометр внизу 0 кентра в час и цифровое отображение спидометра и больше в общем то ничего сейчас пауза сейчас я быстренько прошивая занимает процесс минут целых 10 ожидаем и вот так выбираем прошивочку мы видим как прошивается панель приборов когда она мигает так это значит на состоянии прошивки на этих машинах она иногда сама впадает такое состояние с ней что-то происходит то есть вот так вот люди могут ездить день-два потом раз она опять работает что это происходит не очень понятно скорее всего внутри панели приборов какая-нибудь флешечка отваливается который хранит данные по этой панельки как она работает и она там каким-то образом перезапуститься пытается бывает она из такого состояния сама выходит бывает приходится панель приборов менять поэтому удается прошить это мигание означает всего лишь что она прошивает так ну что у нас получилось мы прошили во первых наша прелестная надпись который встречает человека все время это гораздо будет вот только ради этого надо прошивать мне кажется можно например вот так сделать или любую другую надпись как вам нравится и так изначально панель как был на английском языке мы ее сразу переводим на русский для этого мы выбираем русский язык он теперь здесь вместе с китайским появляется слава богу без китайского тоже жизни нет и так что же у нас получилось одометр по-русски слева появился градусник у многих градусник конечно в зеркале но мне больше нравится когда он на панели приборов внизу у нас как и было отображение в цифровом формате скорости и далее у нас буковка включенной передачи что значит включенной передачи это не значит что мы например драйв включили да и она будет все время отображаться она будет отображать ту передачу которая включена в коробке пока машина не заведена там типа как треть смотрим что у нас появилось на первой кнопке во-первых трип компьютера встала два чем это удобно я на первом компьютере обычно запоминаю пробег на полном баке я обычно заправляю полный бак скидываю на ноль и смотрю сколько я прошел на полном баке второй компьютер б маршрут б я скидываю тогда когда я меняю масло и смотрю сколько я на этом масле проехал километров когда жизнь масла достигнет 10 или 5 процентов он подаст сигнал о том что масло надо бы как менять я придерживаюсь я верю это так скажем этому компьютеру и поэтому придерживаюсь его рекомендации вот данный момент я знаю что там 80 процентов и я прошел на этом масле 761 километр дальше запас топлива как и было в прошлом средний расход также расход топлива также таймер также температура трансмиссии также здесь появился мгновенный расход тоже бывает интересный параметр потому что вроде бы как на педальку не даешь и думаешь чужая на такое жрет и оказывается что в общем-то надавливаешь едешь с расходом там 50 60 литров на сотню полезно знать появилась средняя скорость тоже параметр который достаточно информативно показывает с какой реально скоростью средней мы двигаемся в городе она обычно там 14 15 20 максимум километров и этот параметр я обычно спрашиваю у людей когда они говорят что-то много жрать ничего человек говорит вот у меня машина раньше вроде бы как ела там 22 литра сейчас стало 25 почему посмотреть среднюю скорость изменилась и говорит да раньше было 18 кандар сейчас осталось 13 соответственно машина чаще стоит в пробке и соответственно больше средний расход будет больше так что у нас еще есть и вот наконец-то наш большой спидометр чем он удобен неудобно все время следить за стрелочкой очень часто люди вот ездят по городу с превышая лимиты примерно на нештрафуемый так порог так старыми где 60 едут 80 для того чтобы не попасться стрелочкой очень неудобно следить а вот цифровой большой значок он воспринимается даже боковым зрением это удобная фишка это бывает сделать можем ее только мы потому что мы ее сами изобрели потому что на этом спидометре и не было так работает наш цифровой спидометр так работает круиз после прошивки показывает две скорости установлено и текущую если добавить так далее вторая кнопка ну остаток службы службам остаточный срок службы маслом так и осталось только на русском языке помощь при парковке можно включить выключить но это не очень нужная функция изменения британских и метрических единиц и у нас появились тар монитор так называемые это отображение отображение давление в колесах она тоже бывает не на всех спидометрах и для того чтобы эту функцию включить надо в первую очередь прошить панель приборов и рц длр ну в силу того что мы здесь сердце длр это приемник давно прошили соответственно после того как мы пошили панель приборов она начала отображать давление в колесах напряжение аккумулятора на некоторых машинах вообще не отображается на большинстве машин она отображает просто цифры без десяток долей то есть 12 13 14 15 вольт это не очень удобно потому что например 13 вольт на полно заряженном аккумуляторе в общем то не очень понятно то ли он там заряжается то ли нет поэтому десятые доли они как бы показывают в реальности как работает система зарядки следующая температура охлаждающей жидкости в цифровом отображении иногда полезно смотреть какая же температура вот сейчас в частности если посмотреть то температура охлаждающей жидкости 68 градусов а стрелка при этом лежит на крайнем левом положении подсказываю этот панель приборов вообще считает температуру начиная с 72 или 3 градусов то есть первое продвижение ну будем говорить 70 градусов стрелка начинает расти далее вот ровно вертикальное положение оно не соответствует какому-то определенному градусу это будет и 90 и 100 и так далее они задемпфировали так скажем среднюю норму и отклонение от нормы они показывают только тогда когда она именно является отклонением например 105 градусов она только может сдвинуться может там почти на деление отодвинуться поэтому иногда хочется контролировать температуру именно сколько в цифрах сколько вешать в граммах так скажем и ну как бы одно из самых полезных то что появляется при прошивке это давление масла в двигателе потому что очень люди часто ну особенно на машинах 7 там 8 года все знают что здесь есть проблемы с давлением которые в течение жизни усугубляются и если что-то поймать где-то прям в самом начале то есть давление начало падать то можно какие-то действия предпринять и соответственно предупредить так скажем недуг соответственно вот эта функция она начала отображаться где-то с 10 11 года мы ее сюда принесли привнесли многим нравится многим как говорит наоборот не нравится говорит не знал какое у меня давление и спал спокойно я предпочитаю знать ну я думаю что большинство все-таки тоже это будет со мной согласно так что еще у нас есть да еще один параметр который появляется только после прошивки его нигде нельзя посмотреть только ну может быть гений из джема как-то могут его выводить но этот параметр нельзя посмотреть больше нигде это общая наработка двигателя в часах муж должны давно пришли к выводу что примерно 100000 километров соответствует там три три с половиной тысячи часов и вот когда люди крутят предположим пробег они крайне редко бывает что они что-то делать с часами и бывает что пробег там типа 100 тысяч часов наработка там 14 15 тысяч что конечно же соответствует гораздо большим цифрам здесь пробег 260 8000 примерно примерно так и есть прошивка шин соответственно и прошивка брелков здесь осталось ну компас это понятно нам не очень интересно ну в общем то и все принципе все рассказал наверно теперь хотя бы будет материал который можно будет людям давать потому что люди часто спрашивают что там появится я вот честно говоря не обладая большим объемом памяти обычно теряюсь теперь буду давать это видео для того чтобы люди могли ознакомиться с тем какие услуги предоставляются в общем да это наверно наверно на этом все всем пока смотрите наши всякие видео еще пока но ты в туда же вставишь тут это я не знал мне так что вот оператор как раз рассказал он тоже до эскалайди ездит вот я начал говорить о том что лампа круиза и лампа прицепа осталось на том же месте у круиз я щас не отображу а лампа прицепа вот и вам против туманки там тут туда же так вот оказывается что если у вас режим простой включен то кратковременное нажатие на поворотник это 3 мэрга а если нажать ламп ну то есть режим движения с прицепом то кратковременное нажатие на рычаг вызывает 5 мэргов я не сдал эту число прям просветил сам себя так скажем пока